Тем временем в Баку состоялось открытие 13-й Азербайджанской международной образовательной выставки ЭДУ-Экспо, где различные страны представляют возможности и условия получения образования за рубежом. Сейчас на прямую связь со студией из Бакинского экспоцентра выходит корреспондент CBC Сурай Гулиева. Здравствуйте, Сурая, как проходит выставка? Сурая? Здравствуй, Медина. 13-я международная азербайджанская выставка образования ЭДУ-Экспо в очередной раз собрала на своей площадке ведущие вузы, консантинговые компании в сфере образования за рубежом, языковые курсы, образовательные центры. В ЭДУ-Экспо 2019 представлено 44 учебных заведения Азербайджана, 37 из которых высшее учебное заведение Ганазис в Бахруске-Дайдзаде. Пожалуйста, какие в этом году новшества? Выставка образования является ярким событием и сегодняшняя выставка, она будет длиться 3 дня. На самом деле, очень много нового с точки зрения, во-первых, повысилось количество участвующих компаний, расширилась география участников. В этом году представлено из 22 стран более 150 учебных заведений, организаций, представляющих это направление. И, я бы сказал, очень важным является также программа мероприятий, достаточно разнообразная и которая будет интересна для всех, кому как-то интересно образование. Как вы отметили, в этом году впервые принимает участие есть коллективный стенд Евросоюза. Там представлено 10 стран Евросоюза, которые представляют обучение в своих странах. В то же время представлены программы стипендионные, Erasmus+, и другие, по которым можно будет получить информацию, узнать о возможностях получения образования в любой, будь то бакалавр, бакалавр для степени бакалавра, магистра или же PHD. В этом году более 40% дебютантов. Об этом расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле очень много новых компаний, в том числе из Азербайджана. И, я бы сказал, на самом деле это демонстрирует интерес к выставке. И я уверен, что это также будет интересно для посетителей, которые придут, для молодежи. Можно сегодня с уверенностью сказать, что выставка является очень важным для посещения всей молодежи, которая желает, хочет развиваться, планирует учиться, будь то в стране, там, за рубежом. И является очень важным источником информации. Развлекательная часть из чего состоит? Как я отметил, на самом деле программа выставки очень разнообразна. У нас мероприятия здесь проходят одновременно в нескольких местах. В частности, есть лекторий, который представлен на общем стенде министерства. У нас есть презентационная зона, которая поддерживается, спонсируется стороны BP. И плюс проводятся дополнительные семинары. И, в частности, одной из составляющих программы являются интеллектуальные игры. Планируется проведение брейн-ринга, конкурсов, фибоначчи и так далее. То есть, разных интеллектуальных игр, в которых ребята могли бы принять участие, и поучаствовать, и я уверен, что это тоже будет интересно. Спасибо огромное. Медина. Спасибо, Сурая. Я напомню, что на прямой связи со студией из Бакинского экспоцентра, где сейчас проходит международная образовательная выставка, была корреспондент CBC Сурая Гулиева. Продолжение следует...